Солостность – она залог исцеления. Она сама исцеляет то, что должно быть исцелено. Вам даже не надо будет об этом говорить. И, кстати, в Евангелии есть такая фраза – Бог знает ваши нужды задолго до того, как вы узнаете об этом. То есть, это не какой-то Бог там где-то, потому что это внутри, потому что это вы сами. И есть другая фраза – Бог прощает того, кто сам себя простил. Опять-таки, только вы можете дать себе то, в чем, но ничто снаружи вам это не может дать. По поводу этого будут, возможно, какие-то другие марафоны или мастер-классы. Итак, значит, повторимся. Наблюдение, насколько это возможно, и проговаривание вслух. Старайтесь слышать свой голос со стороны. Старайтесь записывать его и прослушивать. Что вы чувствуете? Что бы вы посоветовали этой женщине? Если бы, допустим, вот вы услышали, если это ваша подруга, или это ваша дочь, или это сестра. Какой совет? Что не хватает? Или, наоборот, чего очень много? Что вы ощущаете, когда вы слушаете со стороны? Теперь следующий момент. Это момент именно моделирования. Вот вам нравится, допустим, какой-то типаж. И часто люди пишут, допустим, уверенный, состоявшийся, сексуально притягательный, преданный. Вот вы послушайте сами. То есть, как он должен был состояться в обществе? Он должен был пройти через какие-то термии. Он должен был пройти через взаимодействие с людьми. Он должен был пройти через какие-то интриги и, возможно, сам в них участвовать, а можно сам их создавать. Потому что просто так состояться невозможно. Просто вот я сидел, сидел, пью чай, как говорится, несколько лет, потом как раз и состоялся. То есть, что-то должно было произойти для этого, да? То есть, через тернии к звездам. И вот такой человек, который проходил через это, он тертый, как говорят, тертый калач. Он такой битый жизнью. То есть, он не будет таким наивным. Чтобы такой человек был предан вам, вы должны действительно тоже представлять ценность. Но вы сначала должны быть преданы сами себе. Не предать себя, а именно быть достойным, чувствовать довольство собой. Потому что, смотрите, излучают себя не мысли, внутри. А вот эти ощущения себя, вот то, как вы себя воспринимаете внутри. Возможно, даже вы не думаете о себе, но вы себя так воспринимаете. И вот это воспринимание, оно себя излучает, оно себя транслирует. И вы можете говорить, я такая уверенная, меня все любят, у меня все получается, у меня все спорится, и вообще я удачный человек. Но это просто слова. Более того, если вы таковой являетесь, в этом нет смысла говорить. Потому что богатый не заходит в магазин, говорит, знаете, я богат, у меня есть деньги. Он зашел, и это понятно. Так же, как умный человек куда-то не заходит, говорит, знаете, я вот умный, у меня вообще есть диплом, я там профессор. Он зашел, и это ясно. То есть, когда человек о чем-то говорит, он в большей степени это отрицает. Поэтому, как бы, когда вы слышите, кто-то такой просветленный, но это смешно.